ребят всем здравствуйте в очередной раз я хочу вам показать и рассказать о заболеваниях у орхидеи не удивляйтесь если у меня сейчас видео за видео идет о болезнях орхидеи на данный момент это актуально потому что когда сейчас на окнах наступает холода у кого-то выпадает снег соответственно становится очень и очень холодно и соответственно если орхидея она слабенькая и она начинает страдать и начинает болеть как в данной ситуации сразу скажу о том что это орхидея не моя вчера я ходила в гости к соседке и увидела вот такую ситуацию еще раньше я видела что у орхидеи начинаются проблемы я хозяйке говорила но она как-то решила что орхидея сама каким-то образом сможет реабилитироваться данную орхидею она выиграла у меня по розыгрышу и знаете кто-то мне в комментариях как-то написал да нам вообще не интересно где вы и откуда вы орхидеи берете и чьи от орхидеи все на свете а для чего вы тогда находитесь здесь на канале тоже интересно такой вопрос для моих зрителей но знаете ситуация ровно такая летом данная орхидея стояла на окне на прямых солнечных лучах у нее случился ожог в данном видео вы можете посмотреть именно на моей орхидеи которые получили солнечный ожог и что с ними потом стало а это орхидея но без какой-либо помощи без какого-либо лечения на данный момент начала болеть и начала страдать я всегда говорю если у вас летом на окнах жарко и печет притеняйте если вы не хотите иметь вот такую ситуацию если у вас зимой на окнах холодно утепляйте иначе будут болезни будут проблемы иммунитет снижается все начинается при прикапывается все вот эти бяки ну что ж как всегда необходимо удалять вот эти данные листья если я их не удалю соответственно это все будет разрастаться и она разрастается как я ранее сказала я говорила хозяйки убирай удаляй лечим ну нет в общем удаляю все вот это желтая до здоровой ткани прям захватывая здоровую ткань где-то примерно пол сантиметра сантиметр можно было бы поработать и с фундазолом но я буду работать максимум потому что фундазола у меня осталось крайне мало даже на продажу уже нет осталось только чисто для себя но скоро он в скором времени подойдет и уже можно будет работать с фундазолом так как я данный препарат здесь разлила руки паха руки я отсюда возьму кисточкой и поработаю на стволе и не нужно мне писать о том что вон там с пола со стола собирает там что-то это а что в этом плохого здесь никакая так сказать стерильность не нужно в принципе ну ладно пусть пусть некрасиво ну ладно что теперь сделать так идем далее с листами кстати обработаны обязательно у меня инструмент уже из последних видео увидишь ты что болезнь за болезнью если рубить все одним инструментом соответственно будут серхи да и болеть ровно также здесь листик захватывая здоровую ткань обязательно места среза прикрывать необходимо для того чтобы это же живая рана это живая ткань для того чтобы сюда еще больше и чего-то не проникла так верхние листики все хорошие этот лист тоже хороший но остается единственный данный лист аккуратненько там под листиком находится деточка сейчас еще тоже расскажу о такой ситуации именно про данную деточку и также еще немного подсрежу потому что там есть небольшая желтизна постараюсь корешочки не помазать потому что именно максим препарат он может сушить но не может он сушит корневую вот так аккуратненько прикрою обработка именно по листу окончена можно даже но в идеале убрать вот данные чешуйки чтобы также корешочки которые будут новые смогли беспрепятственно и быстренько проклюнуться но и еще тот момент если вы допустим осуществляете какие-то опрыскивания либо душевания какие-то вот еще может быть по нечаянность у вас вода сюда затекала и чтобы вот эти чешуйки в будущем не провоцировали именно орхидеи на гниение ствола их лучше будет всего удалить аккуратненько ее отсюда вытягиваем и вот видите уже под данной чешуйкой пытается и не может пробиться корешочек но если он даже и черненького такого цвета вы изначально не пугаетесь это в принципе где-то нормально просто вот он улез-лез и уже закупился и попадает если при поливе туда вода и вот это вот чернота но это не то что именно грибковая а вот этот закупленный корешочек уже потом может дать черноту поэтому чтобы этот же корень начал дальше прорастать и беспрепятственно расти чешуйки желательно сухие в таком даже случае их удалять максимально постаралась все чешуйки снять теперь в этом месте проблем не должно быть также все листья проработаны никаких пятен ничего нету чтобы могло предвещать беды только сейчас увидела посмотрите на данном листке присутствует вот такая вот черновинка возможно здесь также засела грибковость который на данный момент спит но чтобы быть мне спокойно и что она вообще хозяйка данной орхидеи она узнаете так особо уход за ней не ведет она просто ее поливает и как я говорила там когда нужно удобрения дать и все больше ничего и если этот момент я бы его конечно оставила данный листик потому что я выходила наблюдала и смотрела растет не растет и все такое но она за этим делом наблюдать не будет если даже и будет то не поймешь что здесь что-то не так теперь необходимо соответственно орхидеи уже лечить изнутри обязательно обязательно не только то что вы здесь вот мы проработали также и может страдать у нее корневая система но сейчас я корешочки посмотрела они у нее в принципе все хорошие все нормально ничего так скажем на данный момент не предвещает беды но развиться тоже можно и грибковость присутствует на поверхности также она может уйти и во внутрь для ее лечения я хочу предложить данной орхидеи биологический фунгицид от грибковых и бактериальных заболеваний сейчас на данный момент у меня будет лечение и также я хозяйке буду говорить о том что ей необходимо будет лечить данным препаратом наличие есть обращайтесь для лечения необходимо два миллилитра на 0 5 литров воды обязательно вода должна быть для биологических препаратов профильтрованная про кипяченая ни в коем случае не из-под крана если из-под крана работать не будет сюда я уже налила 4 миллилитра препарата так водичка немножко чтобы разбавить и довожу данный раствор до одного литра так как у орхидеи обычная стандартная посадка и соответственно полив у нее методом под погружением но вот не знаю насколько ли согласится хозяйка брать и для нее для орхидеи воду именно про кипяченую профильтрованную потому что насколько я знаю она поливает орхидеи именно из-под крана но то скажем не хочет заморачиваться и много своих знакомых кого я знаю они именно поливают из-под крана не могу переубедить данных хозяек почему-то они но хотят поливать так тоже если честно свое время пренебрегала поливала из-под крана там что я только с ними не делала ровно до того момента когда у меня орхидеи начали болеть 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 одна за одной и воду я соответственно начала вот именно и вам рекомендовать сама применять профильтрованную про кипяченую данные орхидеи буду стоять здесь 30 минут далее какие будут мои действия я сейчас ну там уже в течение дня отнесу орхидею назад хозяйки и ей скажу о том что вот сейчас у нас полив с фитоловином следующий полив можно при можно вообще не применять фитоловин либо сделать его ну так скажем как будто профилактическая мера то есть два миллилитра на литр воды следующий полив уже как лечение 4 миллилитра на литр воды то есть постоянно постоянно именно необходимо будет пролечивать орхидеи с фунгицидами ровно до тех пор пока у нее не за не будет замечено тот момент что не нарастают что-то сюда не ползет какая-то желтизна ровно тогда когда у нее начнут наращиваться новые корни только тогда необходимо будет орхидеи уже все поливать без каких-либо фунгицидов а можно уже будет давать ей ну антистрессовые препараты наращивание корневой стимуляции все такое посмотрите здесь присутствует ну такая вот деточка в принципе не такая уж и большинка не могу разглядеть корни она вот видите прикорневая насколько длинными отрасли у него хозяйка говорит и чуть ли не умаляет лена давай пересадим лена давай вот ее отсюда вытащим она же ведь все равно погибнет смысле она погибнет от чего она погибнет но она же вот болеет ей же плохо вот она же умирает я всегда орхидеи сравниваю с людьми когда человек болеет но тоже можно сказать умирает что в таком случае мы делаем мы соответственно лечим человеку но не мы там врачи больницы лечить человека и для того чтобы она не умерла и необходимо лечить но пролечит и но это все удали обрабатывай и поливаю ровно так как я говорю и тогда в принципе орхидеи можно спаси я бы не сказала что она на данный момент какая-то все безнадежную нормальную орхидею ну ладно она мне говорит давай отсюда вытащим давай мы ее пересадим и давай мы детку отсадим да не могу я не детку отсадить не орхидею пересадить я вообще такого не советую делать почему а все потому что орхидея болеет у орхидеи сейчас на данный момент стресс какая может быть пересадка необходимо сейчас только и только лечить ничего больше не вздумайте именно такие орхидеи никогда пересаживать у нее корневая отличную у нее все нормально только единственно вот этот момент сейчас подлатать и будет у нее все хорошо пересадка будет но это уже в идеале к весне если но она вот почему-то прям настаивает пересадка пересадка не знаю 2 деточку давай деточку деточку изначально она у нас но когда еще даже полгода назад она вообще не нарастала она была намного меньше уже надо было пересадить для чего торопиться если будет сейчас пересадка мы потеряем 2 орхидеи сейчас потерять орхидею но шансов вообще их почему орхидея способность прекрасно жить и расти и ничего не предвещает не угрожает ни в коем случае при такой ситуации при грибковых заболеваниях нельзя орхидеи пересаживать ребят на этом видео свое заканчивая оставляю орхидеи поливаться 30 минут и в скором времени отдаю ее назад обязательно подписывайтесь на мой канал и вы как видите можно узнать очень и очень много интересного всем всего самого доброго всем пока